Владислав Кишларь В исправительном учреждении, чтобы отпустили за пределы, нужно строго выполнять режим. Причем в отпуске тоже. Я просто был обязан прибыть в назначенный день и соблюдать все наложенные на меня обязательства. Возможность побывать дома законодательно существует давно. Однако применить ее на практике в Ульяновском управлении УФСИН решились впервые. Раньше, по признанию сотрудников, с этим было сложнее. Строительство храмов, клубов, библиотек, проведение различных мероприятий дали положительный эффект в деле перевоспитания, что, в свою очередь, позволило применять к отбывающим наказаниям такую меру поощрения. Распорядок дня отбывающих наказания для работающих осужденных, для неработающих осужденных. Распорядок для выходные и праздничные дни. Здесь осужден может ознакомиться, когда он может проводить свое личное время, чем может заниматься, когда у него должен быть отбой, когда у него обед, завтрак, ужин. Кстати, о режиме. Даже в отпуске заключенный должен был его соблюдать. Например, каждые два часа звонить в учреждение и отмечаться. Всего один пропущенный звонок и отпуск прерван. Полиция возвращает нарушителя на зону и вместо продолжения отпуска он получает взыскание. Среди прочих ограничений не выходить из дома после 22 часов, не выезжать за пределы населенного пункта. Однако, по словам принимающей стороны, плюсы полностью перекрывают минусы. Отпускать назад не хочется. Вот он две недели дома находился. Я уж так привыкла к такой ощущению, как будто никуда я не уезжал. Правда, неохота. Ну ничего. Как-нибудь прорвемся. Дождемся. Дождемся. Прорвемся. Нормально все будет. Все наладится. Сам Владислав доволен. Повидал дочь, смог сделать многое по хозяйству. А самое главное теперь точно знает, что дома его ждут. Есть куда вернуться, есть ради чего и кого жить. Семья, по словам начальника ИК-8, одна из главных составляющих будущей ресоциализации. В домашних условиях со своей семьей. Чтобы, как говорится, на период отбывания наказаний вот эта связь между семьей и осужденным, она не была нарушена. Чтобы потом по освобождению ему легче было адаптироваться на свободе. Ну и не потерять связь со своими родными и близкими. Выполнять режим внутри учреждения несложно, считает заключенный. Хотя есть и не совсем приятные моменты. Что самое сложное в режиме состоит для вас? Просыпаться в 6 утра. А так больше ничего. Необходимый баланс между, как сказали бы в народе, кнутом и пряником, основа работы тех, кто не только бережет общество от преступивших закон, но и старается перевоспитать людей, которых не смогли воспитать школа и общество. Получается далеко не со всеми, но каждой победе здесь рады. Ольга и Владислав поддерживают друг друга. Она ждет, пишет письма, шлет передачи. Владислав своим поведением смог добиться отпуска. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правды. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова